Сапунгору Ну, я думаю, мы будем стараться, чтобы все получилось хорошо. На самом деле, думаю, ну хотя бы второе место мы точно займем. Но планируем, естественно, на первое. А как получится, не знаю. Как проходит сама стройка? Были ли какие-то нестандартные, забавные моменты? Ну, сама стройка – это, как всегда, тяжелый процесс. На самом деле, постоянно нужно что-то придумывать, таскать какие-то громадные камни, передвигать. Но особо, наверное, таких веселых моментов не было. Так между собой постоянно шутим. Мы с Сапунгора находим. Расскажите о проекте Сапхилл. Почему вы решили в нем участвовать? Проект очень интересный, потому что Сапунгора является местом для катания. И на нем уже есть несколько трасс. И так как гора находится в зоне города, до нее легко добираться и, соответственно, подниматься на машине, что как бы нам улучшает катание. И решили создать здесь больше трасс, чтобы люди сюда приезжали, больше участвовали, катались. Ну, и мест, чтобы для катания было больше. И, получается, дали возможность ребятам построить своими руками трасс, ну, что очень интересно для привлечения новых людей, строительства, чтобы понимали, как это все проходит, как это тяжело или, наоборот, легко, ну, там, либо интересно. В каждой команде есть участники с Фрэкшн. Какую роль он играет и зачем он занимается? Ну, я думаю, что самое главное от участников из Фрэкшн это то, что они, скажем, доводят наши идеи до очень правильных решений, потому что мы, из-за того, что у нас опыты немного в этом деле, мы просто предлагаем свои варианты. Они уже дорабатывают их и показывают, где траекторию лучше провести, как лучше здесь делать, как в другом месте. Ну, и, собственно, в этом, я думаю, что заслуга их, потому что все-таки они знают людей, которые ездят на больших скоростях, чем нет, и поэтому помогают нам тем, что показывают, как правильно делать, то есть курируют нашу работу. Привет! Привет! Расскажите немножечко о своих трассах. Ну, я сейчас Василию передам, он с удовольствием расскажет про наши трассы. У нас есть трасса. Еще нет, не обманывается. Ну, блин. У нас скоро будет трасса. Вот. Все. У нас есть трасса. Ну, в общем, мы уже выходим, нельзя сказать, на финишную прямую, но нам уже осталось немножко, правда, мы еще не знаем, что там дальше нас ждет, что там делать. Вот. А в целом трасса получается, ну, на наш взгляд, крутая, мы хотим победить. Как проходит вот сама постройка трассы, атмосфера? Может, какие-то там были смешные моменты? Расскажите. Вася? Смешные моменты. Смешные моменты? Ну, многие из нас любили попадать, пока мы ходим. Вот. Что еще? Мы нам все время. Самый смешной момент, чтобы построить трассу. Это бывает редко. Вот он сегодня в коем веке пришел построить трассу, и тут нас начали снимать. Наверное, наши коллеги, которые сегодня отсутствуют, пообрадываются этому. Вот. А так, в целом, ничего смешного. Арбайт с большим удовольствием. В каждой команде есть участник из Фрэкшн. Какую роль он играет и чем занимается? Да, действительно, у нас есть один участник, это Дмитрий Бахонько. И он же руководитель этого большого проекта. Поэтому мы лидируем, да, мы лидируем в этом списке. Вот. В последнее время мы разделились на команды. Некоторые участники копают два дня, некоторые один, некоторые вообще вот напротив, не знаю, типа меня, вообще не приходят. Видели ли вы трассы соперников? Как вы их оцениваете? Да, было дело, я вот пытался кататься на всех трассах. Мне так, кстати, не удалось найти первую трассу. Ребята из Миша, Леша, Игорь. Вот. Я как бы нашел только старт, а в середину как бы все. Мы потом передумали и поехали кататься, поэтому было не до этого. Мне, да, мне определенно понравилась трасса третьей команды, потому что она действительно очень широкая, и там есть достаточно большие трамплины. Я думаю, у них достаточно большие перспективы на это. Успеете ли вы закончить работу к заявленной дате? Ну, видимо, нет. Потому что у нас еще даже неизвестна наша, наверное, где-то пятая часть трассы. Мы тут уже будем по ходу пьесы решать, как она у нас пойдет. Вот. Потому что тут ландшафт достаточно однообразный нас ожидает. Поэтому придется потратить время на то, чтобы придумывать, на то, чтобы сделать, воплотить. Вот. Но в целом, судя по всему, все команды немножко задерживаются, поэтому недельку докинем на проект в плане того, чтобы все успели подзакончить хотя бы основные работы, чтобы полностью все траектории были выведены со старта до финиша. Или сделаем эндуро. Или сделаем эндуро для Василии. Какие особенности будут на вашей трассе, и как вы их проверяете? Василий. На вопрос отвечает Василий. Ну, я считаю, что главная особенность нашей трассы – это будет знаменитый валрайт. В очень узких округах. Да, в очень узких округах. И хочется сказать, что каждый элемент трассы, особенно каждый спецучасток, который очень достаточно страшный, можно перепрыгнуть, если ты быстрый. Какие медленные объезды? Ну, насчет объездов не уверен. Мы сделали. Да. Так что каждый элемент трассы я проверяю сам лично, свое свободное время. И хочу сказать, что мне очень нравится то, что мы делаем. Вася, молодец. Привет! Почему решили участвовать в проекте Сапхил? Ну, с самого детства еще занимаюсь этим видом спорта. Тем более занятие семейное. Вот. Очень много доводилось покупать разнообразные препятствия, наподобие тех, которые мы делаем здесь. Вот. Опыт накапливался уже долгие годы. И в итоге появилась возможность самореализоваться здесь. Вот. Поэтому, как бы, недолго думая, сразу же собрали команду и приступили. В каждой команде есть участник из Фрэкшн. Какую роль он играет и чем занимается? Значит, сначала в нашей команде было два участника из Фрэкшн. Сейчас уже, к сожалению, один. Но все равно к ребятам из Фрэкшн мы относились как экспертом в этом деле. У них огромный опыт строительства трассы на Сапунгаре, по Лаклаве, на берега Сфорта. Потому они нам сильно помогают. Вот. Советами и... Как бы... И советами. Видели ли вы трассы соперников и как вы их оцениваете? Да, доводилось смотреть на их трассы на разных этапах строительства. Вот. Ну, у меня все больше уверенность в том, что мы победим. Планируете ли вы в будущем продолжать заниматься строительством трасс? Ну, конечно. Это очень интересно. Если бы мне это не нравилось, я бы сейчас здесь не стоял. Посоветуйте что-то ребятам, которые так же хотят начать строить трассы. Ну, во-первых, всем этим ребятам нужно купить себе лопаты. Вот. Как бы... Лопата – это самое главное. Но после инструмента желательно, конечно, почитать много статей на этот счет. Пообщаться с ребятами, которым этим долго занимаются. Потому что опыт показывает, когда люди строят что-то не зная, повышается травмоопасность, и они могут сильно переломать себе конечности. Вот. Так что нужно, во-первых, строить качественно, ну, и ориентироваться не только на свои потребности, а на то, что куда поможет ехать кто-то менее опытный, вот, либо кто-то, кто совсем плохо катается, и чтобы им было там безопасно. А лично вы трассу какого уровня строите? Смогут ли ее проехать новички? Ну, для самых сложных участков мы предусматриваем езды. Вот. Но с уверенностью могу заявить то, что новички не смогут занять даже двадцатку на соревнованиях. Потому что, чтобы здесь проехать быстро, нужно ехать по всем препятствиям и немало подумать над тем, как их выезжать. Мы побывали на всех трех трассах, задали вопросы участникам, и примерно через три недели можно будет их опробовать.